Ты создатель бытия. То, в чём ты находишься, никто не виноват. Всё, что ты имеешь, хорошее, это создал ты. Всё, что ты имеешь, плохого, тоже создал ты. Если ты живёшь в достатке, это твоя заслуга, и ты это заслужил. Если ты живёшь в контексте недостаточности, это тоже заслужил ты. И очень много причин. Кто-то виноват. Родился в ауле в многодетной семье. Мама и папы не было, и не было примера, где я бы там чего-то достигал. Не было хороших преподавателей. Государство не то, солнце не так светит, погоды не было. Виноват в том, что ты находишься там, где сейчас ты есть, ты. Это должно быть первым осознанием того, чтобы загорелась земля под ногами. У каждого человека есть разница там, где он находится, и то, чего он достоин в своих иллюзиях. И почему человек не стремится вперёд? Потому что ему кажется, что всё нормально. И он не согласен сталкиваться со своей реальностью, с жёсткой реальностью. Я помню себя, когда мы жили в однокомнатной квартире, 33 квадрата, без ремонта. В туалете не было кафеля. Это, я не знаю, кто жил в таких квартирах или кто живёт, может, до сих пор, где краской покрашены эти стены. Там от валиков, где ещё свет такой. 33 квадрата – это тогда, когда ты сидишь в туалете и можешь взять хлеб на кухню. То есть это вот это доступное жильё, когда всё доступно. И у меня уже тогда было двое детей. Мы спали на полу, а дети спали на диване. Я поэтому гостей не звал домой, да? Ещё квартира не в собственности была. В аренду я даже не мог себе позволить. Я думаю, Игорь, неужели ты такой мудак, что ты вот достоин вот этого? А я, знаете, я одевался тогда красиво. Никто не думал, что я так плохо живу. Это был случай, когда в эту однокомнатную квартиру приехал мой учитель. Она не знала, что мы так живём, а в аварийном состоянии квартира. И она когда приехала, я думал про валюческую землю в нашем тогда. И я вот всё делал вид, что этого, ну вот, мне что это не надо. Пока Вселенная мне не дала корректирующие события в виде старшей дочери, когда она пришла, и она там накопила там тысячу тенге или две, ну, по-моему, 100 долларов даже. Ей давали на день рождения, и эти все деньги у неё были. И она принесла, говорит, папа, вот эти деньги, я хочу, чтобы ты квартиру купил побольше. И это было тогда первое сознание того, что, наверное, надо остановиться и купить квартиру больше. Вот, если честно, мы даже как-то пили, вино открывали, пробку вот забивали. Короче, я оттуда так фонтан вина вот так по стенам. И даже не забеливал, потому что, ну, смысл, блядь, ну, как бы. Я думал, сделайте ремонт. Я накопил денег, и здесь ещё сыграла роль, знаете, супруга. И она сказала гениальную фразу, после ремонта она станет трёхкомнатной. Я говорю, нет, ну, может, тогда трёхкомнатную купим. Когда я понял, что мне нужна квартира, я пахал, как проклятый. Я брался за всё и работал по 16-17 часов в день. И это продолжалось год. И ровно через год мы купили квартиру после осознания того, что она мне нужна. Мне было не стыдно перед родителями, мне было стыдно перед ней, потому что я же там выкаблучивался же, что я типа такой успешный, у меня машина уже там. Машина была выше среднего, квартира была хуже. Казах-музгой, короче. Потом вот моё бытие до машины дотягивалось в течение трёх лет, наверное, четырёх. Накопил денег, чтобы продать однушку, я купить трёшку. Я говорю, что давай? Она говорит, нет. Я говорю, почему нет? Так купи. Я психовал тогда, кричал очень. Она говорит, нет, так возьми. И я трёхкомнатную квартиру взял так. Вот представьте, мы жили в такой квартире маленькой. Я покупаю трёхкомнатную квартиру, делаю там ремонт. Наверное, недели две уже было всё готово. И мы не могли переехать, и мы боялись. И мама приехала, и первые вещи она перенесла. Потому что квартира была через дорогу практически. И вот это принять то, что ты живёшь плохо, это, наверное, самая первоочередная задача для движения вперёд. Признать то, что ты живёшь плохо. Надо принять то, где ты находишься, что ты в жопе. И потом надо посмотреть, где ты хочешь оказаться. И тогда вот это движение усилится. Когда ты поймёшь, что тебе нужна квартира, машина или что-то сильно, ты будешь без остановки работать для того, чтобы это просто получить. И у тебя не будет отговорок, что ты там, кто-то что-то виноват. Ты просто будешь копать землю руками. Я уверен, это у каждого мужчины должно в жизни быть. Это своего рода инициация. Взять ответственность на себя и просто создать то бытие, которое ты хочешь вокруг. Вот и всё.